Привет всем еще раз от меня, добро пожаловать. Спасибо огромное, что вы сегодня в такую хорошую погоду, вместо того, чтобы пойти куда-то на свежий воздух встречать осень, первый день осени, решили зайти к нам. Нам, правда, очень приятно. Сегодня у нас такая интересная тема, ну, на мой взгляд, я вообще люблю какие-то вот такие исторические немножко моменты связывать с современностью. Я сегодня хочу с вами поговорить вот о каких-то знаковых таких ароматах в парфюмерии, которые оставили в любом случае свою историческую лепту в парфюмерном искусстве. И посмотреть, то есть я их как бы немножко разбила по парфюмерным направлениям, и посмотреть, вот как вот эти ароматы преобразовались в дне сегодняшнем. То есть вот что было, вот какой знаковый аромат начал, например, какое-то парфюмерное направление одно дал ему начало, и как это с годами развивалось, и вот к чему это все пришло. Мне кажется, это очень интересная тема. Зачастую, наверное, будет так, что ароматы совершенно неузнаваемые, да, что нельзя, наверное, будет одно из другого как-то выделить. Ну, на мой взгляд, это прям вот, ну, плюс-минус немножко пересекается. И буквально там пару слов в конце, наверное, моей части я хочу сказать оба знаковых таких вот ароматах, которые, в общем-то, сравнительно недавно появились, но уже, ну, на взгляд экспертов, каковым я ни в коем случае не являюсь, вообще я не эксперт, даже, наверное, не коллекционер, а такой просто продвинутый сумасшедший пользователь в парфюмере, не более того. Все мои знания я черпаю из интернета, конечно, у меня нет никакого образования, это вот просто исключительно любительская такая вот, любительская вещь. Но, тем не менее, вот какие-то такие парфюмерные композиции, которые появились недавно, но уже как бы дали с собой начало новому парфюмерному направлению, которые, скорее всего, через 40-50 лет тоже будут вот так вот вспоминать и показывать уже как такие знаковые ароматы. Ну, начнем, наверное, просто вот с общей такой истории парфюмерии, буквально пару слов. В прошлом ароматы, ну, ароматы, наверное, были всегда, ароматные эссенции людьми извлекались всегда, и раньше, все-таки, вот если мы говорим там о каких-то веках до нашей эры, это в первую очередь использовалось в каких-то ритуальных целях, то есть маслами умощали статуи, делали воскуривание, возжигали там вот эти вот всякие курения, приносили жертву, жертвы богам, сжигали вот в этих ароматных всяких кострах и так далее. Но именно вот такое вот утилитарное, с нашей точки зрения уже, назначение парфюмерии, когда их использовали, парфюмерию использовали именно для того, чтобы, ну, вот получать какое-то удовольствие, хорошо пахнуть и так далее, все это пошло, ну, вот по тому, как это говорит большинство. Все-таки из города Кёльна, где итальянец, переехавший в Кёльн, в своей аптеке стал продавать первую в мире парфюмерную композицию именно не как лекарство, а как вот, как парфюм. И все мы, наверное, знаем, что это речь идет о аромате, который продается до сих пор. Это аромат от дома 4711, называется она кёльнская вода, кёльнишвасса или одеколонь. То есть, когда мы говорим слово одеколон, это, конечно, ничего общего не имеет с тройным одеколоном, которым мы все травмированы, а речь идет именно о одеколонь, что в переводе с французского кёльнская вода. Стоит сказать пару слов об истории этого аромата. Почему вообще вот такой флакон? Это тоже исторический флакон, потому что эта кёльнская вода была любимым ароматом никого иного, как Наполеона. Он обожал этот одеколон. Он не просто поливался им, он принимал ванны с добавлением одеколона, он даже полоскал им рот. И именно он попросил, чтобы сделали вот такой вот плоский флакон для того, чтобы он мог носить его с собой в сапоге. Представляете, вот до сих пор вот это вот все осталось. Мальчика, проходи, вот тебе почетное место. Ага, все, вы знакомы. Да, сейчас мы его попробуем, естественно, с тех пор... Он спрей или сплэш? Нет, у меня сплэш. А как ты будешь это наносить? Сейчас все нанесем. Вот я тоже должна продемонстрировать, я это подсмотрела у своей парфюмерной подруги на канале, как она вообще пользуется этим одеколоном. Стойкости у него никакой нет, да, вот это держится ровно 15 минут, но это доставляет просто безумное удовольствие. Она делает вот так, вот так вот просто. Так это так принято. Растираем. Это так и пользуется. Это мужчины так пользуются. Да, за ладони. И просто наслаждаемся вот этим вот дуновением прекрасного вот этого аромата. Что такое одеколон? Это в первую очередь цитрусы, лаванда, немножечко древесные ноты какие-то эссенции из древесины. В общем-то ничего абсолютно сложного. Но с тех пор, конечно же, как вышел одеколонь, первый аромат именно коммерческий, мне кажется, каждая уважающая себя марка выпустила свой. Сейчас мы посмотрим, как это, в общем-то, в историческом плане звучит. Хотя понятно, несмотря на то, что, в общем-то, как он выпускался с 1785 года, по-моему, года, так он и выпускается, естественно, он 100-500 раз уже был переформулирован. Естественно, что используются совершенно другие парфюмерные вещества уже при его производстве. Но, тем не менее, мне кажется, что все равно это настолько такая вот простая летучая композиция, что испортить, наверное, или как-то очень сильно отойти от оригинала, наверное, невозможно. Это вам не шипры, до которых мы сегодня дойдем. Так, сейчас мы нанесем. Принцип любого колонии – это освежающая его функция на основе цитруса. О, боже, я еще сейчас его порвела немножко назад, да, чтобы это проходило. Нормально так? Да, да, да. Одеколон нет. Они состоят, одеколоны любые вообще, любых марок, они в основном состоят из цитрусов и лаванды, а это сами по себе такие парфюмерные вещества, которые не держатся долго. Прошу, разбирайте. Поэтому, в принципе, это вот несет он такую функцию – проснуться, проснулся, вдохнул, открыл глаза, побежал дальше, через час уже можно политься чем-то посерьезнее. Как он вам? Ой, боже, я теперь буду балдеть. Целых 15 минут. Спасибо. Мне так папа пах. Аромат из моего детства. Лекарством? 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 Нет, я цитрусы очень чувствую. Нет, тоже прям вот такие цитрусы. Как будто мандарин кто-то почистил вот на другом конце комнаты, и вот долетели вот эти вот цитрусовые брызги. Как я уже сказала, колонии после этого первого выпустили все, делают все, любая уважающая себя марка сейчас делает колонии. Они бывают совершенно разные, всякие. Тот же самый 4711, все мы знаем, он стоит везде, в любом Росмане, там, я не знаю, в любом большом каком-то супермаркете. Конечно же, у них не только эта одна парфюмерная композиция, а куча уже всяких одеколонов с разными-разными направлениями. Там есть и с яблоком, и с кардамоном, и с лавандой, и, я не знаю, с ирисом, и с кокосом. С ирисом, с кокосом, да? У меня дочка пользуется. А, сирень. То есть, правда, огромный-огромный спектр. Это очень прикольные, приятные водички, в принципе, за ту цену, которую за них просят, я считаю, это прекрасной парфюмерной композицией, правда. Ну, давайте мы сегодня посмотрим. Ну, в общем-то, это не совсем колонь, но, тем не менее, это аромат на тему цитрусов. Совершенно не бюджетная уже композиция, речь идет о французском доме Atelier des Hors. У них вот такие вот флаконы, я не знаю, все, наверное, уже видели, что вот тут плавает какое-то золото, что, в общем-то, для нишевого бренда достаточно нетипично, тем более для французского нишевого бренда. Они, как правило, делают все более спокойные какие-то такие флаконы. Я понимаю, что это кич, но мне безумно нравится. Я вот просто покажу вам, да. У них еще есть, смотрите, вот такие вот черненькие флакончики и золотые флакончики золотом. А где наш розовый флакон? А розовый флакончик я продала, все. У них есть еще розовый флакон, это тоже шедевр. Ну что, я уже пшикнула и раздаю. Да, вот мы просто сейчас сравним, какие классические цитрусы были. Скажи его название. И какие цитрусы стали. Называется Ривьера Самбайс, но, в общем-то, название тоже говорит само за себя. Кладите блутеры туда, чтобы в руках. Если понравилось, да, прям подписывайте, как называется парфюм. Если не понравилось, то просто в сторонку, подальше от носа. Что вы скажете вот сейчас? О том, как вот это цитрусовое парфюмерное направление изменилось за все. Как закоренелось. Я говорю, название говорит само за себя. Что-то такое летнее, свежее. Но, вот, кстати, у этой марки у них целая линейка вот таких синих флаконов цитрусовых ароматов. И они все держатся долго. Вот, наверное, один из немногих таких примеров цитрусовых ароматов, которые действительно долго держатся. Ну, долго. Кстати, пару слов. У нас в Фарваре очень много цитрусовых ароматов. Именно таких легких, освежающих. Кому нравится это направление, я вам потом отдельно расскажу, покажу. Ну, давайте, наверное, продолжим. Я просто сейчас вот смотрю, выбираю. Мы идем всегда от более легких ароматов к более насыщенным, чтобы носу нашему дать возможность все воспринимать. Кстати, если чувствуете, что устал нос, понюхайте просто ваш стакан с водой лучше всего. Или попейте воды. Да, ну, попейте воды, да, понюхайте стакан с водой, чтобы понюхать что-то, что не пахнет ничем. А где наш кофе? Кто-то, кстати, да, обоняет кофе. Но я, честно говоря, не фанат, потому что у кофе свой запах есть. И он тоже достаточно забивает рецепторы, они не отдыхают. Дальше. Следующее направление, вот, наверное, о котором стоит поговорить, это направление ароматов чистоты. Блин, деловая. Ароматы чистоты тоже, наверное, очень давно уже с нами. И вот таким вот показательным совершенно ароматом чистоты является аромат американского дома Estee Lauder White Linen, белый лен. Извините, у нас Натали сегодня. У нас, к сожалению, нет вот самого первого аромата White Linen, он вышел, по-моему, в 50-х. Если я не ошибаюсь, но не помнишь? Да, да, да. У нас уже фланкер этого аромата Pure White Linen, он вышел на низкое лицо, но все равно вот это вот направление аромата чистоты уловить можно. Почему именно Estee Lauder, почему аромат чистоты? Потому что это вот такая идеальная американская домохозяйка 50-х, 60-х, да? Вот представляете себе, абсолютно все идеально чисто. Женщина-домохозяйка у женщины, ухоженный участок, вылизанный чистый дом, она встречает мужа там вот в этих вот очень красивых платьях, new look, да? Это вот все вот такая вот очень картинка, все до блеска вычищено. Давайте вот посмотрим, как по мнению Estee Lauder должна пахнуть такая идеальная американская домохозяйка. Аромат продается до сих пор, да, White Linen, и, ну, я считаю, он очень-очень неплох. И я его прекрасно ношу, это мой флакон, я его люблю. Ну, я не могу похвастаться, что я люблю все подряд ароматы и все флаконы, но этот один из моих любимчиков, потому что он такой классический, цветочный. Белый лен, да, сказала, переводится как? Девочки. Такой нежненький, да, такой? Очень нежный. Еще осталось? Да. Я его даже с весной ассоциирую, как-то он мне больше нравится, знаешь, как пробуждение природы, все цветы расцветают. Да, здесь, в принципе, добавлены альдегиды, мы об альдегидных ароматах еще поговорим отдельно, потому что она, наверное, это самый такой известный аромат всех времен и народов. И вот эти альдегиды, они как раз добавляют вот это чувство чего-то очень чистого, возможно, выстиранного, отглаженного постельного белья, в общем, идеально там вымытого дома, вот с какими-то такими отдушками, да, возможно, которые именно дают нам чувство свежести, чистоты. Опять же, у всех вот это вот чувство чистоты, ароматы чистоты, они разные. Например, вот американцы 50-х годов, это больше альдегидные ароматы. В Италии, например, ароматы чистоты, это что-то цитрусы, бергамот, что-то вот такое вот, нероли, вот что-то нероли. И опять ставлю неправильное ударение. Это мой какой-то просто, а? Нероли тоже. Нероли можно и нероли. Я всегда ставлю по-разному, и мне всегда в комментариях пишут, что неправильно, поэтому я не знаю, честно. Вот, наш, вот в своё там детство-юность, я помню, когда у нас появились вот эти вот всякие освежители воздуха, дужки для постельного белья в Советском Союзе, это было что-то такая фрезия, гордения, вот что-то такое. Сирень, да-да-да. Сейчас это уже совершенно другое. Опять же, давайте вот сравним с тем, что сейчас тоже считают и называют таким эталонным достаточно ароматом чистоты. Это аромат от дома Зарка Парфюм, называется The Muse. Все, наверное, его знают, многие, да, многие знают, слышали. Муза. Давайте мы его нанесём. Не, это фланкер, Жан, это Pure White Linen. А, Pure? Извини, да, это... Сильно, Аня. Да, 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 согласен. Классический флагман White Linen, он, знаешь, такой альдегидный, такой серьёзный, он такой серьёзный. Так, девушки. Для серьёзных таких женщин. А этот более смягчённый, он более цветочный. Там прям такие альдегиди, да, альдегидище. Я его помню, и почему я выбрала этот, потому что... Ой, вот тут тоже порошком прям, я думаю, что это мне не надала. Порошок спирает. Не хватает. Прикольно. А тебе не надо? А чего? А, серьёзно, да? Бланш, да. А, ну да. Он у меня, кстати, сегодня есть в продаже, дымка для волос. Здесь в пирамиде, насколько я помню, значится хлопок. Вот мне всегда было интересно, как же пахнет хлопок. Ну вот это просто, да, у меня, по крайней мере, ассоциация, вот вы в каком-то отеле дорогом, и вот так пахнет постельное бельё. Да, у меня тоже. Отглаженное идеально, да? Абсолютно. Какая-то отдушечка для стирки белья. Именно для стирки, да. Но это приятно, это нехимозно. Я люблю в такую постель даже ложиться, вот это такое ощущение какого-то праздника, свежести, может, детства, когда мама... Мама ещё накрахмаливала эту постель, представляешь? Обалдеть. То есть это абсолютно такие вот самые лучшие воспоминания. Вот если бы у меня не было кошки, которая спит со мной, я бы вот этим поливала бы свой постельное бельё. Вот честно. Кстати, я хотела добавить просто два словечка о колониях, да? Ты сказала, что они продаются везде и стоят действительно копейки, вот эти 47-11. Что мы делаем дома? Чтобы не покупать какой-то раздражающий освежитель воздуха. А вот они реально, они стоят 7, 8, 10 евро, да? Я захожу в ванну, так беру, и на полотенце, и в углы, и на занавеску. Если вы хотите ощущать какой-то свой любимый аромат, не стесняйтесь. Берите этот флакон и пользуйте его, делайте с ним что хотите. Я на двери даже пшикаю. Ну, то есть оно не жалко как бы. Но ты заходишь в ванну и так думаешь, о боже, как хорошо. Это правда очень круто. И вы когда вылезаете из душа, вот этим полотенцем заворачиваетесь, который пахнет вот таким ароматом, каким-то любимым. Это круто, это круто. Так, ароматы чистоты, да? Так, идем дальше. Идем дальше. Ну вот, понятно немножечко, да? Муза один из любимых ароматов от Сарко перфюма. Кстати, если вы его наносите в жару, на себя, у вас правда просто такое впечатление, что вы весь день вот только что из душа. Это очень классно, классно очень работает в жару. Хотя мне он казался больше, может наоборот, там на какое-то холодное время года. Ну вот жарун себя проявил лучшим образом. Но это опять же, это такое личное дело каждого, наверное. Так, давайте дальше перейдем, наверное, к чему? Ну шипры. Шипры. Тоже ж наверняка наслышанно. Тоже такое вот очень значимое направление в мировой парфюмерии. Кстати, сегодня услышала мнение, что 60% самых продаваемых ароматов до сих пор это шипры. Представляете? Вот я даже не знала, я не могу о себе, да. Предположить, тем не менее, это так. Так, вообще считается, что первый шипр сделал дом Кати в 1914-м, то ли 1917-м году. Но на самом деле наш любимый Герлен еще до этого выпустил два шипра. Один из которых шипр Париж, по-моему, называется в 1909-м году аж. Что такое шипр? Шипр – это по-французски Кипр. То есть это посвящение действительно острову Кипр. И вот сегодня тоже слушала лекцию парфюмерную, очень интересно. Понятно, что в мифологии считается, что Кипр – это место рождения никого иного, а именно богини Афродиты. Конечно же, Афродита являлась, кроме всего прочего, еще и покровительницей всяких благовоний и так далее. И действительно были найдены какие-то манускрипты, я не знаю, двухтысячелетней давности и еще дальше, где содержались рецепты вот этих вот парфюмерных композиций, которые в то время использовались именно для воскуривания всяких благовоний в храмах, натирали маслами статуи и так далее в Древней Греции. Но вот эти вот рецепты, они были построены по рецепту действительно шипров. Именно шипров, которые начали делать в 20-м веке. И я так думаю, что Кати, наверное, как-то вдохновился вот именно вот этой структурой парфюмерной композиции и создал шипр. И с тех пор вот она как бы до сих пор с нами. Что такое вообще шипр, да? Это парфюмерная композиция, которая построена по определенному принципу. Там берутся определенные парфюмерные компоненты. То есть это всегда какой-то очень легкий такой брызжущий энергии старт. Как правило, цитрусы. Вообще-то бергамот в прошлом веке брали, но потом бергамот запретили в больших количествах использовать его по парфюмерных композициях, потому что его признали аллергеном. И теперь это просто там любые цитрусы. В сердце ароматы, может быть, что угодно. Бывают шипры кожаные, бывают шипры цветочные. Чаще цветочные, конечно. Да, фруктовые тоже, мицука, например, это шипр такой с персиком. И в базе, ну вот раньше в Древней Греции это были какие-то смолы, лабданом и так далее. Потом уже в 19 веке, в 20 веке вернее, стали использовать уже дубовый мох. Дубовый мох тоже запретили когда-то к использованию в парфюмерных композициях. Но в конце 20 века уже появилось, на самом деле еще раньше, но в конце 20 века особенно, появилось уже очень много синтетических всяких соединений парфюмерных, которыми можно было заменить натуральный дубовый мох. Ну, наверное, расцвет шипров пришелся на конец 70-х, 80-е годы прошлого столетия. И давайте я покажу, наверное, один тоже из знаковых, о котором наверняка слышали абсолютно все. Это аромат от дома Ланком, Мажинуар, Черная магия. Все знают, все слышали? Будем пробовать. У нас новодел. Спасибо. У нас новодел, его можно купить до сих пор, это все продается. Конечно же, то, что выпускалось в 80-х годах прошлого года, по-моему, этот аромат вышел то ли в 85-м, то ли в 88-м году. По-моему, 85-м. Оранжевый. И это была какая-то совершенно сумасшедшая презентация. Вы, может быть, помните оригинальный флакон? Он был такой круглый, и там были такие в виде пламени оранжевый, красный и черный. Да, вот это вот весь флакон, очень красивый. Черная магия, вообще, ну, как бы аромат, посвященный, понятно, магии ведьмам. Этот флакон, он должен был ознаменовывать, он, вернее, ознаменовывал кострище, на котором сжигали ведьм. Окей, спорная немножечко такая, да, спорный маркетинг, но тем не менее это так. И, ну, наверное, это вот такой один из самых ярких представителей шипров прошлого века. Спасибо. В принципе, когда мы его обоняем, мы до сих пор можем считать вот эту очень четкую структуру. В чем вообще фишка? В том, что вот эти вот цитрусы на старте, они достаточно яркие, да, как я уже сказала, они такие брыжущие светом. А дно темное, вот это дубовый мох, пачули сейчас используют очень много, смолы, оно темное. И вот это сочетание несочетаемого, темное дно и светлый-светлый верх, оно дает вот это вот какое-то ощущение, не знаю, вот то ли сумерек, то ли какой-то вот где правда, где сказка. Какой-то темный лес, такие вот прям совсем темные чаще, но сквозь кроны пробиваются все-таки какие-то солнечные лучи. И вот это вот дает вот это вот волшебное сочетание, на мой взгляд, не зря. Понятно, что нам сейчас, когда мы это обоняем, это может показаться несколько странным, но не зря у шипров такое огромное количество поклонников, что было и что есть. Ну и давайте посмотрим, чем же можно пользоваться сегодня поклонником шипра, если, например, есть шипров, поклонником шипров, если есть опасения, что пахнет как-то там, я не знаю, любимое, наверное, выражение бабкой пахнет. Не знаю, для меня черная магия до сих пор любимец. А было у мамы в детстве, я помню себя с первого класса, я поддушивалась, подтягивала этот аромат. Конечно, это было абсолютно несовместимо, и молодая девчонка и студентка, и только сейчас я поняла его всю красоту. Для меня это якорь, очень глубокий, очень любимый аромат. Я считаю, что это аромат, ну, просто последнего столетия. Спасибо. И сравнивать мы его будем с ароматом, который был выпущен в прошлом году, дом Сисли. Они вообще, на мой взгляд, огромные молодцы, они очень трепетно относятся к своей и вообще мировой парфюмерной истории. И в прошлом году они выпустили линейку садов. Линейка садов посвящена, да, надо сказать, что дом Сисли, он до сих пор, это как бы семейный бизнес. И они выпустили линейку садов, и каждый аромат посвятили кому-то там из своих детей, внуков и так далее. Это у нас сад Изы. Да, сад Иза. Напишите Иза, Сисли Иза. И СА, просто вот так вот Иза. Спасибо. Это имя всех членов семьи, да, они сделали посвящение. Да, ну там очень много девочек в семье, да, и вот они сделали посвящение. Там не только девочки, там еще два мальчика в этой линейке есть. Вот вы чувствуете разницу. Мне кажется, очень четко прослеживается взаимосвязь, схожесть этих двух ароматов. Но этот все-таки более легкий, более прозрачный, он наполнен как будто воздухом, да. И вот об этом аромате, на мой взгляд, нельзя сказать, что это как-то пахнет. Здесь меньше смол, здесь меньше амбры, здесь больше зелени. Опять же, это дело вкуса. Я считаю, что шипры вообще абсолютно все унисексы. Это очень красиво на мужской коже. Вот буквально недавно мы переписывались там с одним мальчиком. Я ему порекомендовала Митсука, он полился Митсука, говорит, круто. Я говорю, Шанель 19-ю обязательно. Он тоже полился, говорит, супер, круто. Вот не надо вообще, я призываю мальчиков не бояться, ничего не отвалится, если они будут пользоваться женскими ароматами, условно женскими, особенно шипрыми. Ну, последние десятилетия вообще почти все ароматы уже унисекс. То есть настолько все сместилось и смешалось, что никто никому не запрещает. Мы с Ниной даже можем покупать аромат, на котором написано Пур-Ом для мужчин. У нас такой есть. И прекрасно пользуются, потому что нравится, хорошо на нашей коже звучит. Ну, почему нет? Почему мы должны считать, что это только для мужчин? Неправильно, не согласна. Ну что, самый известный аромат всех времен и народов? Кто назовешь? Шанель? Конечно. 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 У нас представлены, мне кажется, все версии Шанель 19-5. И это тоже шипр? Да. Ну, не совсем. Я бы сказала, что это альдегидный аромат. Это шипр? Я бы его в шипр не записывала, честно. Да, шипр. Я считаю, что это направление именно альдегиды. Что такое альдегиды? Это тоже синтетический компонент, который был придуман в начале прошлого столетия, который отвечает, в общем-то, за то, чтобы все остальные компоненты в парфюмерной композиции немножечко смешать и запутать. Чтобы было непонятно, а что вообще там. Поэтому, когда мы обоняем Шанель номер 5, мы чувствуем просто... Давайте нанесем, наверное, сразу, чтобы так голословно не разговаривать. Мы чувствуем просто красивые французские духи. Что-то цветочное, что-то чуть мыльное. Мы не можем понять, что там вообще внутри. Это делают альдегиды как раз. Вообще, если мы посмотрим, что такое альдегиды, говорят, что они пахнут раскаленными утюгами. И вот имея эту информацию в голове, сейчас попробуйте Шанель номер 5. Я думаю, вы эти раскаленные утюги... Альдегиды – это вообще чисто химическое соединение. Кто химию более глубоко изучал. А, кстати, да, раскаленным железом пахнет. Вот про таким отглаженным чистейшим бельем немножко, да, вот тоже такое есть. Ну и с мощным цветочным аспектом. Цветочный блок здесь все-таки присутствует. Очень-очень яркий. Немножечко к истории Шанель номер 5. Ну, мы знаем, что это выпустил модный дом Шанель. Почему номер 5, знаете? Он Шанель предоставил 20 сэмплов аромата, которые просто были пронумерованы. И вот ей больше всего понравился сэмпл номер 5, поэтому она сказала, что это будет Шанель номер 5. Свой день рождения у нее много всего. Нет, день рождения у нее 19-го. Поэтому есть еще номер 19, Шанель номер 19, да. Ну, у нее было много всяких предрассудков, заморочек. Она такая была дама. И что вот до сих пор, на чем до сих пор выезжает дом Шанель, они вот эту вот всю ее историю, все эти ее суеверия до сих пор раскручивают. И каждый аромат, который они выпускают, они наделяют вот каким-то таким сакральным смыслом и так далее. Но чем еще знаменит этот аромат? Тем, что, в принципе, раньше модные дома не выпускали парфюмерию. Как бы, ну, модные дома выпускали одежду, понятно. Обувь, сумки. И было принято своим клиентам делать какие-то подарки на Рождество, да. И было, опять же, принято, возможно, вот какие-то парфюмерные композиции дарить. Но Шанель первая решила этот аромат продавать именно на поток. То есть, изначально это был подарок к Рождеству для ее клиентов. Но она получила такое огромное количество позитивных отзывов об этом аромате, что она решила поставить, в общем-то, этот аромат на поток. Это не первый аромат в данном направлении. Тем не менее, он стал самым известным ароматом и, наверное, самым продаваемым ароматом всех времен и народов. И тут надо спасибо сказать, наверное, даже не столько самой парфюмерной композиции, сколько прекрасного маркетинга, конечно, который до сих пор поддерживается. Ну, идеально вообще на самом-на самом высшем уровне. Сравнить я его хочу, как это ни странно, тоже с ароматом дома Шанель и тоже Шанель номер 5. Но это уже Шанель номер 5 Ле, более легкая как бы версия, которая была выпущена, если я не ошибаюсь, где-то в 2014 году, плюс-минус вот так. И она призвана была привлечь новую аудиторию в Шанель, потому что до этого покупали в основном дамы уже более, ну скажем так, в возрасте этот аромат. И они захотели сделать что-то по мотивам, но привлечь именно новую, более молодую аудиторию. Вот интересно, что вы сейчас об этом скажете. Кстати, после Шанель выпускать парфюмерию стали, в общем-то, все модные дома. Все, кому не лень. Потому что парфюмерия не очень дорога в производстве. Сама парфюмерная композиция, если мы вот смотрим на флакон, то сама парфюмерная композиция – это 10, максимум 15% от цены флакона. Все остальное – это флакон. И, конечно же, львиная доля, 50, а то и больше процентов – это маркетинг и вот эта вот вся история, связанная с продажей. Реклама, раскрутка. Реклама, раскрутка. Опять же, место в корнер какой-то, да, в магазине, оплата консультантам, все это как бы стоит денег. Флаконное, да? Да, да. Оформление. Оформление, конечно. Вот что вы скажете, вот если их сравнить. Он легче, да? Он легче, он тоньше. Вот именно, да, в него добавили больше цитруса, в него добавили тоже больше воздуха, сделали более прозрачным. Его как будто прозвели, развели, да? И выжали сок лимона. Да, но база та же, те же цветы, пудра там ощущается. И, да, вот ДНК, именно аромата остался. И на коже он потом в базе, он хорошо звучит, он не легкий, это не одеколонь, он звучит целый день. Он достаточно долго держит. Я его ношу сама тоже, я его очень люблю. А пятерка для меня, это какая-то более торжественная вещь, это так вот по праздникам. Но я ее тоже люблю. Причем раньше абсолютно я не понимала, ну, я слушала те предыдущие версии, я была совсем еще молодая. Для меня это казалось, ну, что-то совсем уже там про бабушкин сундук. А потом с возрастом, когда я уже начала понимать, разбираться в ароматах, я уже, я поняла, как пахнут альдегиды. И вот тут, как говорится, как дошло до меня. И все. И моя самая любимая версия в духах. Вот мне нравится это ощущение, наносить его намазом, наносить точечно, чтобы не было никакого душа. Это вот мой какой-то личный персональный фетиш. Пятерка в духах. Делюсь просто своим личным опытом. Вообще, надо сказать, все, что мы вам показываем, да, мы носим сами и любим сами. И вообще у нас, это все наши частные коллекции в основном, за исключением там минимального количества ароматов, которые мы держим именно вот, чтобы показывать людям. А так, в общем-то, мы всем этим пользуемся, любим. Поэтому мы не показываем ничего, чего бы мы сами не носили. Но, кстати, мнения наши с Ниной часто диаметрально вообще расходятся, противоположны. То есть, если то, что она показывает и говорит, что мы носим она, это может носить я, нет. И наоборот. Ну, тем не менее, у нас какое-то свое мнение существует. Многие ароматы мы любим, да, совместно повторяем друг у друга. А что ты купил? Ой, мне что же такое надо? В общем, некоторые флаконы у нас повторяются. Но мы никогда вам не покажем тот аромат, который мы считаем непривлекательным или как-то нам не нравится. Потому что как можно разговаривать и восхвалять то, что ты сам не любишь? Тогда переходим дальше. У нас еще, в принципе, направление 4, наверное, осталось еще. А цветочные направления? Ну, куда же без цветов? Наверное, вот после колонии цветочное направление второе. Вот по своей известности, по своей распространенности. И, наверное, если мы говорим о цветочных ароматах, вот самый такой тоже известный аромат – это Жадор от Дома Диор. Но у нас, к сожалению, его нет. Вот, ничего нет, того нет. Нет, не было. Поэтому я вам покажу тоже аромат очень значимый. Это аромат поэма от Дома Ланком. Тоже, наверное, все знают, да? Аромат 94-го года. Это вот такая квинтэссенция цветов в парфюмерии. Сделаешь пшики? Спасибо. Я его называю вообще цветочный букет. Да. Когда я слышу или слушаю поэму, мне кажется, что принесли, вот такой внесли в комнату огромный букет, причем разных цветов. Сейчас вы его послушаете тоже. Это прям, ну вот, на мой взгляд, тоже квинтэссенция такая цветов в парфюмерии. Ну вот, кстати, про него можно, наверное, сказать, что он женский, потому что он совсем уже цветочный. Но, опять же, у нас есть парфюмерный приятель наш, который обожает этот аромат, который его носит. И, ну, я, к сожалению, не обонял с его кожей этот аромат. Ну, не такой уж прям, а ты знаешь, не такой уж прям и женский. Конечно. Дело в том, что мужская кожа по-другому пахнет. Чаще мужчины курят. То есть у них происходит другое смешение ароматов на коже. И ароматы с мужчиной звучат абсолютно по-другому. Поэма. Это поэма Ланком. Аромат, кстати, снят с производства, поэтому, если кому-то нравится, то рекомендую запасаться. На онлайн ресурсах еще его можно... Здесь не просто цветы, здесь очень много меда еще. Чувствуете вот эту медовую, да, составляющую цветов? И вот кто-то может сказать, какие здесь цветы? Вот у кого-то так... Я только туберозу одну услышала. Вообще, я не могу ничего отсюда. Может быть, лилия. Ну, тут такая смесь. Я же говорю, вот этот букет. Просто огромнейший, огромнейший букет. Жасмин, я думаю, терпкость дает. Жасмин там есть однозначно. Жасмин везде есть. Такие уже спелые цветы, такие отсюда. Да, постоявшие такие, да? Такие шмели внутри. Вот ты права, да. Как правило, вот когда ты говоришь о таком, правда, вот уже постоявшем букете, или цветы, которые уже начинают увидеть, там, как правило, есть индольность определенная. Индольность – это такой аромат, который начинают выделять цветы, которые уже увядают, для того, чтобы привлечь еще больше насекомых к себе. И он, как правило, немножко пахнет... Брокколи. Его, ну, так ассоциируют. Либо брокколи, либо, да, извините, какими-то подгнившими материалами, скажем так. Вообще индол – это газ, выделяемый в человеческом организме, выделяемый нашим кишечником. Поэтому это такая медицинская, скользкая. Пахнет он неприятно, ребят. Брокколи – это самые цветочки. Если потом хотите, напомните мне, покажу, по-моему, здесь стоит у нас жасмин, такой вот аромат на тему жасмина, именно с индолом. Просто ради интереса можно посмотреть. И вот, казалось бы, как это не... Может быть неприятно, а тем не менее, нос все равно поворачивается в ту сторону. То есть он привлекает, вот он действует как-то притягивающе. И сейчас давайте сравним, во что цветочки... Вообще, конечно, да, сравним сейчас, наверное, не очень правильное определение, потому что мы понимаем, что ароматов на тему цветов просто нереальное количество. И отдельно только о розах можно делать отдельную встречу, отдельно о жасмине можно делать встречу и говорить об этом бесконечно, потому что очень раз. Ну вот просто вот в общем сейчас я вам хочу показать аромат от дома Бафор, да, Бафор правильно произносится, называется Фатум Ви. Это английский, по-моему, дом очень нишевый, очень замороченный, вот такой вот прям нишевый нишу, очень современный. И вот как они видят вот эту цветочную тему, мне кажется, что это тоже вот с одной стороны очень современно, но с другой стороны все-таки заигрывается историческими темами. Спасибо. Точно, супер, это вот именно такой сборный запах аромата цветочного магазина, когда вы входите и слышите там и цветы, и стебли, и зелень, и вот это вот все вместе, это очень реалистично. И вода, и вода где-то. Да, 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 это называется Фатум Ви, Фатум Ви. Ну это, кстати, мощно. Это мощно. А как он на коже, Нина, ты его носишь? Я его очень люблю. Нина, а он потом расходится или вот так уже мощно и звучит? Он расходится, он становится чуть более мягким, но вот эта вот остринка гальбанумная, здесь очень много гальбанума. Горчинка, да? Горчинка, да, и она здесь остается, и это очень круто. Обалдеть. Я его люблю именно в жару, он в жару прям освежает и дарит такое очень классное ощущение. Я это не ношу, поэтому для меня это новость, это Нина на аромат, и вот я с вами принимаю участие тоже в дискуссии. Это вот такая, ну вот тоже, да, одно из вот очень нишевых, нишевых домов. Я его, честно говоря, не слышу. Я острую зелень ощущаю, вот свежие срезанные стебли разных цветов. Кому чем пакет. И хризантемы даже больше, знаешь, вот когда хризантемы режешь, вот эта вот горечь выделяется. Ну, мне кажется, это очень круто и очень показательно, вот как развивается действительно наше восприятие. А вот если просто так вот теоретически, вот что бы вы носили, поэму, вот если у вас предложить только два варианта, что бы вы носили, поэму больше, да? Пятерку. Я бы носила. Я ношу оба, я не могу выбрать, я люблю оба. Я, кстати, поэму не ношу, почему? Сильно много ее для меня, много цветов и много меда. Вот она меня прям, ну какой-то даже прессинг может быть оказывает, и я ее побаиваюсь, я не могу носить этот аромат. Так, ну что, акватика, акватика, акватика вошла в нашу жизнь в начале 90-х прошлого века. Опять же, к сожалению, у нас нету самого показательного аромата, но я думаю, вы все его знаете, это аромат Давидов, Давидов Кулвота. Да, что женская, что мужская. Мне, кстати, нравится, я носила, я в 90-е с огромным удовольствием его носила. Я сейчас, кстати, тоже иногда ловлю его шлейфы на улице и очень радуюсь, честно говоря. Вот, и это была такая тоже абсолютно новая, то есть аромат показательный, это очень новое было направление в парфюмерии, такого раньше никто не делал. А модное какое, его же покупали, раскупали. И его сделали тоже все, вот все дома, кто мог, вернее, все дома, которые существовали, его обязательно себе сделали. К сожалению, у нас его нет, повторюсь, поэтому я вам показываю аромат Джорджи Армани, Эйр Диджоя. Вот классическая Диджоя, она тоже идет вот примерно туда, вот в те времена, в начало 90-х прошлого столетия, и он тоже является таким очень легким, свежим, акватическим. В общем, здесь больше соли, аромат очень соленый, и чуть больше цветов, но все равно вот это вот направление свежих ароматов 90-х годов, в принципе, здесь можно уловить. Я здесь и кул вот, а достаточно отчетливо слышу. Здесь такая вот есть арбузная немножечко свежесть, чувствуете ее, такая немножко сладковая. Да, 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 да. И это вот правда то, что гремело было там 40 лет назад, абсолютно носили все, это было абсолютно новое слово в парфюмерии. Сейчас акватика, в общем-то, переживает свой ренессанс. Акватикой долгое время как бы вообще не пользовались, или не то, что не пользуются, пользовались всегда. Не производилось ничего нового, считалось как бы, ну что это устаревшее направление, там оставшееся в прошлом столетии, и все. А вот буквально последние лет, наверное, шесть стали делать новые ароматы, и они кардинально отличаются, конечно, от того, что мы знаем. Я не удержалась, я вам из новой акватики хочу показать два аромата. Один такой достаточно, скажем так, дружелюбный. Акватический аромат от Armani, классика, Аквадиджоя, один из фланкеров. Так, мы нанесем шампанское пуши. Здрасте. Я налила. А вон на Ли тоже стоит, и водички тоже. Да, продолжайте. Почему я решила два аромата вам сейчас показать? Это одно из моих самых любимых направлений, я очень любила Кулвота. Я сейчас ношу тоже с огромным удовольствием вот это Аквадиджоя, и до сих пор это является одним из моих любимых направлений. Сейчас мы с вами будем обонять аромат от дома Картузия, называется Амары. Вот такой вот красивый флакон, давайте я его пущу прям просто. Итальянцы, да, Картузия? По-моему, да. По-моему, итальянцы. То есть флаконам уже говорит о том, что будет вот что-то такое морское, и этот аромат вообще очень вписывается именно в современные тренды. Вот сейчас все получат блотеры, я тогда начну рассуждать. Акрицу слышишь, серьезно? Да. Кажется, ее там нету. Прикольно. Вот мне всегда ужасно интересно, как мы чувствуем аромат, реально, каждый чувствует по-своему, это всегда дико интересно. Амары, подожди, прокоралыш, да? Или кораллиум, прокорал? Про, да, они примерно в одну сторону, кстати. Кораллиум, что кораллиум, что медитеранеум, что... Ну, растертые ракушки. Вот, да, это какая-то неживая органика. Чувствуете? Я не знаю, запах песка, песка, соли, правда, какой-то вот растертых ракушек, пыль, да, такая вот мука из ракушек. Такое интересное, они в этом закрутили? Правда, он, с одной стороны, невесомый, что-то древесное здесь есть, да, вот как будто деревяшка плавала-плавала в море, вот пропиталась вся с соленой водой. И высохла поток, да. И ее выбросила на берег, она вот в этом песке высохла, да, вот тоже такое очень интересное. Водоросли какие-то засохшие, минерально. Ну, минерально, извести, я слышу тут, известковость. Кто бы носил такое? Я. Вот, да. Я люблю это. Это очень модно, это вот прям очень современно, то, что сейчас набирает, ну, в принципе, уже давно, на самом деле, сейчас, наверное, на пике. И вообще, сейчас вам покажу, просто, просто аромат, я даже не смогу, наверное, произнести. Да, да, я первый раз вообще вижу этот вакон. Да, это Филиппо Сорчинелли, я сейчас прочитаю, Дальчиссимо Сорчинелли, итальянский парфюмер, он очень-очень инновативный. Суперфлоу, так, Дальчиссимо Солево. Солево, наверное, что-то соленое, да? Ну, сейчас мы нанесем, посмотрим. Сольчиссимо сладчайшая, а Сольево, по-моему, соленость, сладчайшая соленость. Мне так кажется, я не эксперт в итальянском, я впервые вижу этот флакон. Понятия не имею, как перевести. Но это такой провокативный парфюмер, у него такие ароматы, это, слушайте, это не каждый может себе позволить такое носить, не каждый может выдержать. Я пару раз только тестировала его, он же еще и не везде есть. Вот в Италии, в Риме я попала в магазин. Облегчение или утешение. Облегчение или утешение? Да? Класс. Вот очень такое провокационное название. Сладчайшее утешение. Сладчайшее утешение. Обалдеть. Кстати, а вот посмотрите, что здесь растекается. Вот кого, на что, на какие мысли вот это вот наводит, да? Оформление флакона. Ну, провокация в чистом виде. Спасибо. Да. Я, кстати, его впервые вижу, Нин, и впервые держу в руках. Это новый? У меня новый, да. Нет, вообще новинка. Сорчинель. Какой интересный. Ну, он не очень новый. Он действительно очень интересный. Вот я вам советую, если у вас отвращение не вызывает с блотера, нанесите его потом на кожу. Потому что он на коже раскроется вообще абсолютно по-другому. Это фантастик. И это вот тоже считается один из самых таких инновативных, сумасшедших, супер-гипер-модных домов. У него такие флаконы в плаще как-то. Да, у него и кардинал уже есть. У него все флаконы разные. А шапки какие? Мне сейчас очень стыдно, что я готовилась к лекции и не проинформировалась. Но, насколько я помню, этот парфюмер Филиппе Сорчинель, он имеет какое-то отношение к Ватикану. И вот это вот все, его ужасно провокационные ароматы. Да, я же поставила. Вот эту историю, принадлежность к Ватикану и католической вере, это еще больше. Это вот все, вот этот хайп вокруг него раздувать. Но это действительно очень интересный, классный аромат, правда. Это очень интересный, да? Вот, поэтому запишите себе название. Если понравился, прям вот нанесите потом на кожу. Дай, пожалуйста, куда его поставить? Он может выдать мускус, он может выдать сладость, он может больше в соль уйти. На мне он вообще, он капризничает. Извините. Он ужасно капризничает. Он ведет себя по-разному, в разную погоду. Я его нанесла, когда я его пробовала, он мне понравился, было, ну, градусов 18. Мне очень понравилось. Я подумала, о, класс, акватика, в жару. Но когда я его нанесла в жару, я пошла чуть ли не руку себе отпиливать, потому что это было уже, он меня начал в уши. Полезли какие-то эти адские мускусы. В принципе, он собран из очень современных материалов, которые, к сожалению, не все могут переносить. У меня непереносимость частично на вот эти вот ультрасовременные новые материалы, которые отвечают, в общем-то, за то, чтобы аромат... Приходите. Отвечают за то, чтобы аромат долго держался на коже, да? Ну, вот просто пробуйте на коже, да? Ну, где-то вот подальше от моста, чтобы можно было смыть, правда. Вот интересно, да, вот как эта акватика развивается. Есть еще, конечно, такой знаковый аромат, как мегамары. Слышали, наверное, да? Ну, мой личный парфюмерный кошмар, поэтому у нас в Арбарии его нет. И не будет. Хотя многим нравится, да, опять. Так, дальше. Давайте, наверное, кожа. Ну, мы как бы поговорили уже о многих парфюмерных направлениях и не сказали ничего о коже. Кожа очень-очень тоже такое знаковое парфюмерное направление, которое существовало еще в 19-м столетии. Ну, наверное, вот одним из самых известных ароматов является Банди, как мы знаем. Какой дом Банди? Роберт Пеге. Роберт Пеге, бандит, по-русски бандит, но по-русски бандит. Причем аромат позиционировался в свое время как женский. Это кожаный шипр. Да, опять же, продолжая тему шипров. Ну, на сегодняшний день он пахнет, не знаю, мне очень нравится. Я считаю, что вот такое могло бы сейчас тоже встать в какой-то ряд очень странной, очень интересной, очень современной ниши. Ну, вот сейчас, да, это бандит. Ну, здесь костры, горелые деревяшки. Горелые деревяшки, именно кожа такая очень жесткая. Полынь немного. Кожу, да, ты слышишь? Я кожу в последнюю очередь слышу. Но он опять же, он будет развиваться, раскрываться. Он такой разнообразный. Не забываем, что это шипр, да, что опять вот этот легкий верх, ну, относительно легкий верх уйдет, и он станет более глубоким, более кожным. Он не такой-то уж легкий этот аромат, он очень серьезный. Он вообще не легкий, кажется, шипр. Это шипр старой школы, да? Мужчины его чаще любят. Я его ношу на ура. Не все понимают, когда я в нем. Иногда я слышу разные мнения. У меня даже дочка. У меня дочка вообще, она так, ну, у нее расширен уже кругозор, что касается парфюмей. Но даже она мне сказала, мама, нет. Не надо, нет. Не надо, да. И тоже из современной кожи я вам приготовила два аромата. Один, который он тоже стал уже классикой. У нас, к сожалению, нет оригинала. Я вам показываю сейчас реплику на очень известный аромат. Я не люблю реплики, скажу вам сразу, честно и откровенно. Но поскольку я сама такое люблю и ношу, но очень редко, поэтому у меня просто не поднялась рука покупать омбра лезер Тома нашего Форда. Поэтому я вам покажу реплику на него от дома. Господи. Ниф-ниф-нуф-нуф. Афнан. Афнан. В принципе, аромат хороший, стоит 40 евро за 90 миллилитров. Я считаю, что функцию свою выполняет. Большое спасибо дому, что они не выпустили откровенную прям подделку. То есть, что они не сделали похожий флакон. Они все-таки выбрали другое название. Они сделали совершенно не похожий флакон. Окей, вдохновились направлением. Ну, ладно. Так и быть, мы им это простим. Но вот тоже направление кожаных ароматов, которые сейчас достаточно популярны, которые очень давно уже популярны. Я думаю, это последние лет 10, наверное, идет на вот такие ароматы тренд. Это уже аромат унисекс. Да, как мы знаем, Том Форд, они все выпускают ароматы унисекс. Что вы скажете о нем? И можете ли вы уловить связь вот с этим бандитом? Ну, мало, конечно. Он более мягкий. Но здесь уже кожа, здесь кожа выкручена на максимум. Кожа и древесные аспекты, много древесины. Этот именно называется Мирзалов Траст, мы можем передать. Ой, это вообще непроизносимо, если честно. Непроизносимо, но дом Афнан. Дом Афнан, но это оммаж на Том Форд Омбер Лезер. А? А, вон уже пошел флакон гулять. Я уже отдала его. Точно, извините. Простите. Я бы не стала их сравнивать. Да, я бы не стала их сравнивать. Он другой. Он просто другой. Здесь прям правда... Ну, вот у меня такое впечатление, что это салон кожаного автомобиля. Прям очень прямолинейный такой аромат кожи. И сразу давайте уже, пока мы не ушли далеко. Другая кожа. Другая кожа. Очень современный аромат. Это аромат 2023 года или 2022. 2022. Это парфюмерная линейка модного дома Дрис Ван Ноттен. У нас в последнее время в сообществе нашем идет совершеннейший хайп. Все сошли с ума. Вообще бум просто, да, абсолютный на эти ароматы. В Гамбурге познакомиться негде, кроме нас. В Берлине, по-моему, в КДВ есть корнер, но я не уверена. Был, но сейчас говорят, что его будут расформировывать. Я покупала это в Амстердаме. Это есть в Париже. Это есть в Лондоне, в крупных городах. Ну, можно заказать онлайн. То есть можно познакомиться у нас и заказать себе флакон. Я свой заказывала из Амстердама. В Бельгии. Это бельгийский вообще-то кутюрье. Сам Дрис Ван Ноттен, это его имя. Дрис имя, Ван Ноттен фамилия. И они сделали линейку ароматов. Это что-то абсолютно новое в мире парфюмерии. Очень необычное, непривычное. Ни у кого ничего, никаких идей не было. Ни на секундочку. Ну, не то, что украдено, а даже постарено. Аутентичные ароматы очень. Вы посмотрите, какой флакон. Ну, это там вот правда, куда не посмотрел. У нас еще сегодня будет один флакон из этого дома. Но это тоже. Они всегда двойные. Это невозможно. У нас еще есть ароматы этого дома. Потом прям подойдите, не поленитесь, попробуйте. Потому что это правда, это очень красиво абсолютно все. Ну, сейчас мы говорим с вами о коже. Здесь не столько кожа, сколько, скажите мне, скажите мне сами. Перчатки замшевые. Замша, наверное, да? А замша это... Или тонкая сумочка какая-то. Это уже совершенно другое исполнение кожи. Мне нравится. Это очень мягкое такое, прям вот очень тактильный аромат. Нина не сказала, называется флёр дю маль. Флёр дю маль, да, не сказала. Потому что это непроизносимо. Нет, очень мелко написано внизу. Я сейчас пущу флакон сюда, вот. Флёр дю маль. А кто французский изучал? Ну, флёр это цветок. Берите, кому надо переписать. Что такое маль? Маль это может быть плохой? Я тебе больше скажу. Флёр дю маль. Может быть цветок плохого? Это у них, по-моему, сейчас 12 ароматов уже. Это Eau de Parfum, да, парфюмерная вода. У них есть еще туалетная вода. Готово? 200 миллилитров. Девочки, 200, блин, миллилитров. Я обожаю этот аромат. Я его очень сильно себе хочу. Но если я вот это поставлю на свою парфюмерную полку, у меня рухнет шкаф. Ну, вот честно, мы петицию собрались уже писать Дрис Ван Ноттену, чтобы он одумался и сделал нормальные объемы. Девочки, три флакона, выпущенные в 24-м году, и они у нас сразу, как только появлялись, как только выходили, они у нас появлялись сразу, потому что мимо этого дома, ну, вот на сегодняшний день это мой фаворит. Ну да, у нас сейчас. Я не могла пройти. Появляется новый аромат, и я в Амстердаме. Я его вижу. Ну, как я его не куплю? Как я его не привезу в парфюмерную? Нет, это невозможно. Жанна вообще, вот без Жанны мы бы давно бы уже загнулись и пользовались бы одними ароматами прошлого. Пинтерка и Шанель. Да, Пинтерка и Шанель, потому что Жанна нам везет все новинки. Очень интересно, как актриса Ван Нотен следует своему ДНК-брэнду. Он как дизайнер одежды, значит, он прославился. И прославился тем, что он сочетал несочетаемые как будто бы принты и цвета. Если посмотреть на ту бутылочку, там селенья. Именно, конечно. Клетку часто он использует. Это фантастика. Кто будет в Париже, девочки, зайдите в корнер Дриса Ван Нотена. Вы получите огромнейшее эстетическое удовольствие. Потому что нам присылали видео, у нас есть две девушки знакомые в Париже, наши парфюмерные подруги. И они всегда самые свежа к нам шлют. И когда они пришлют это видео, вот я сижу, залипаю, все, всех уже проблем нету. Я в видео. Да, правда, очень красиво. Эстетика, конечно, просто зашкаливает. Это же фотография. Показать, как выглядит. Ну, это можно, да, это можно все посмотреть. У них все флаконы, конечно же. Они оживляют краски жизни, правда? Они именно их выпускают с учетом истории своего дома. Вот это очень круто тоже, я считаю. Как вам аромат сам? Очень интересно. Цветок зла. А, цветок зла. Цветок зла. Ох, девочки. Почему я не сомневаюсь? Я против. Баба-яга против. Название классное, но мне кажется, оно не подходит. Он такой мягкий, такой нежный, такой... Но он не колючий. Он не меняется в злую сторону. У них там есть Рейвинг Роуз, тоже в линейке, вот там. А вот интересно, смотри, название половина на французском, половина на английском, да, вот обычно дом парфюмерный выдерживает линию какую-то. И вот все названия вот строго на французском или на английском. Если итальянцы, это итальянцы. А здесь вот и так, и эдак, вот такой вот интернациональный подход. Прикольно. Потому что Рейвинг Роуз, это, ну, понятно, бунтующая роза, да? Ну да. Не, ну, да. Ой, это классно. Если интересно, девочки, у меня с собой сегодня совершенно случайно полный набор пробников Дресванота на абсолютно все ароматы. Если интересно, можете потом подойти тоже попробовать. Два у нас еще направления выдержим, да? Ну, фрукты. Куда же без фруктов, да? Поговорили о цветах, поговорили как бы о коже, о шипорах. Фрукты. Опять Ланком. Ланком, конечно, выпускает огромное, выпускал огромное количество таких очень знаковых ароматов. И Трезор. Что не флакон, то шедевр. Да, что не флакон, то шедевр. Шедевр. 1991, по-моему, года аромат. Я тоже в 90-е его носила прям запоем. Несколько флаконов. Я думаю, все мы носили. Ну, кто постарше, все носили, наверное, в студенческий Трезор. Ну, сегодня, возможно, он звучит уже немножко неактуально. Хотя, опять же, это настолько субъективно. Но что значит актуально, неактуально, да? Я считаю, что в парфюмерии это немножко неправильно вообще об этом говорить. Это... Давайте вы. Чем пахнет? Что слышите? Вы здесь фрукт никакой не слышите? Слышим. Персик слышите? Сладкий. Дым, персик. Груша, может быть, такая смесь какая-то фруктовая. Вот он такой прям очень фруктовый. И, наверное, его тоже можно назвать квинтэссенцией фруктовых ароматов. Ну, вот, прежде всего, того времени. Давайте сравним. Знаешь, какая мне идея пришла? Извини, совершенно спонтанно. Мы только что говорили о кожаных ароматах. Я бы этот персик смешала с каким-то кожаным ароматом, чтобы получить какую-то новизну, ощущение. Вот я иногда так экспериментирую. Я бы взяла Гуччи аромат, очень известный Гуччи Абсолют, который вообще прям проседло, да, конское. И я бы на одну руку сделала пару пшиков от этого сладкого персика, а на другую кожу. И мне кажется, это было бы классно. Ты вообще экспериментарна. Я люблю вот такое. Ты записывай вот это всё, и потом прям будешь нам рецепты продавать. Потом сдам, продам. Тоже, наверное, придётся мне два аромата ещё показать. Потому что Tom Ford Lost Cherry – это тоже знаковый аромат. Без него абсолютно, да? Потому что никто до него не мог плюс-минус реалистично сделать вишню. Многие старались, но ни у кого не получалось, потому что, правда, это, ну, как бы, я не знаю, это вот то, что я слышала. Это вроде как технически очень сложно создать вишню. Сложно в производстве. И у него первого, да, это получилось в 2018 году, если я не ошибаюсь. Поэтому это тоже аромат, который, безусловно, вошёл в историю парфюмерии. И, безусловно, там останется, который тоже дал начало, окей, под виду в отрасли фруктовых ароматов. Ну, вот именно вишню. Сейчас, спустя сколько, 6 лет, вишню тоже сделали абсолютно все. Вот просто, все, кому не лезть, сделали свои вишни. И я, конечно, понимаю, что многие говорят, ну вот, Томфорд за такие бешеные деньги вообще ни о чём. Да, у этого аромата много недостатков, хотя бы в том плане, что вот этот вот классный старт, который мы сейчас слышим, он достаточно быстро уходит. И потом остаётся такая приятная мускусная база. Но вот этой вот вишни, этой вишнёвой косточке, которую мы сейчас обоняем, её уже, она достаточно быстро слетает. И это, конечно, обидно. Ну, может, такой разведенный компотик вишнёвый. Да, останется лёгкая такая вот, лёгкий такой намёк. Конечно, когда аромат стоит 300 евро за 100 миллилитров, извините, вы хотите красоты какой-то от начала и до конца. Да, когда это всё слетает за час, ну, оставляя что-то такое уже достаточно непонятно, это обидно. Но, тем не менее, он первый, кто это сделал. Конечно, сейчас много ароматов вдохновлённых, просто много ароматов на тему. И меня немножечко подбешивает, у меня сейчас много чего подбешивает, но в том числе, когда пишут, что он, этот аромат про вишню, он в 5 раз дешевле и он лучше, чем Том Форд. Но он же всё равно вдохновлён Том Фордом. Они же сделали первый. Поэтому не надо говорить, что он лучше или хуже. Это свой самостоятельный аромат, но если бы Том Форд не сделал это... Ну, подсмотренный у Тома Форда, да? То, скорее всего, неизвестно, что бы вообще это было. И тоже аромат, вот последний вообще выпуск, 2024 год, это у нас Дом Иницио, который тоже сейчас гремит. Аромат называется Наркотик де Лайт. Вот эти вот названия со словом наркотик тоже, конечно, прости господи. Да. Ну, давайте... Ну, это провокация, он используется очень часто в названиях парфюмерных композиций. Для чего? Чтобы притягивать, ну, а, наркотик, значит, привыкание, значит, его все хотят. Что-то запретное, а тут как бы можно... Понятно. Аромат тоже на тему вишни, но вот он, мне кажется, очень ярко тоже раскрывает тему очень современных ароматов, потому что здесь вишня исполнена с использованием современнейших, новейших амбра-деревяшистых материалов. Амбра-дерево, да, амбра-дерево, это как раз вот то, что дает аромату стойкость, громкость. А в последнее время это прям такой тренд. Ароматы должны быть стойкие, громкие, такие, что ты пшикнулся один раз, и весь квартал вообще знает, что ты здесь. Вот, и... Чаще всего восточной парфюмерии, кстати, используются. Восточные мужчины любят вот это направление очень сильно. Именно мы говорим про амбра-древесные ноты. Женщины их тоже, да. И, к сожалению, у некоторых людей непереносимость, как я уже сказала, вот на эти амбра-деревяшистые материалы, они просто начинают задыхаться. Поэтому я, когда вхожу вот в комнату, где много такого, а такого много везде, то я просто достаю тогда вот какой-нибудь такой шипр и делаю, но я сейчас не буду, я вас люблю, вот делаю вот так вот просто и иду. И пускай все падают вокруг меня штабелями, потому что, ну, правда, невозможно иногда. Не, ну здесь очень вкручено все красиво, все эти деревяхи вместе с вишней вот так вот красиво переплетены. Здесь сделано достаточно филигранно, да. И это очень стойко, это тоже про вишню. Ну, я стою и не матерюсь, и не падаю в обморок. Нет, это красиво. Это еще нормально. Этот кильян, этот... Apple... Smoking hot? Возможно, да. Возможно, да. Там тоже есть вишня, там тоже есть какие-то сухофрукты, сухофрукты такие немножко. Похоже, они же друг на друга подсматривают. Ты же понимаешь, не бывает так, что вот в современном мире взял и придумал совершенно новый аромат. Ни на кого вообще не обращаем внимание. Конечно, все все секут, что, как продается, ходят по... Это называется, вдохновляет. Специально смотрят статистику, ходят по магазинам агенты, чтобы понимать, что продается, что нужно покупать. Конечно, даже есть специальная машина, как она называется, друзья-парфманьяки, помогайте. Да-да-да, а вы туда парфюмерную композицию помещаете, а она выдает прям формулу, прям формулу, из каких парфюмерных компонентов она собрана. То есть сейчас копировать, милое дело. Это типа как Шазам музыкальный, да? Да-да-да, вообще, просто очень легко. Только ты в него бутерсовый. Да-да-да. Химический анализ она вас производит, да? Да, делай химический анализ, и вы можете после этого собрать точно такой же аромат. Нина, ты такое умное говоришь. Ну, так я же готовилась, Жанна, ну, видишь, только не помню, как машина называется. Нет, что про почтовый ящик, нет, она какие-то машины нам тут презентует. Он называется Наркотик Дилайт. Наркотик Дилайт, вообще наркотик просто, у нас сегодня единственный наркотик. Нет, а еще же есть наркотики. Да-да. Они из них чуть-чуть перемешали, вот тут и отголоски, ну, что знает, блясет бараками, он прям сильно вишневый. Они как бы и свое чуть-чуть перемешали. Наверное, да. Знаешь, то, что любят их, и то, что покупают их, а их очень покупают, это очень востребованный бренд. И чуть-чуть сдалека еще у них психоделики. Хроматограф. Ну, конечно, ДНК бренда, ДНК бренда чувствуется. Хроматограф. А хроматограф точно. Что это такое? А что это? А-а-а. Ой, обалдеть, я его не знала. Ангел Мюглер. Я его не знала. Аромат, который был выпущен в 1994. В четвертом, спасибо, году или третьем. Ну, в общем, в начале 90-х прошлого столетия. Модным домом Мюглер. Аполотеть. Вообще, Мюглер, ну, его называют таким, это такая ниша в люксе. Ну, Мюглер, мы знаем его как дизайнер. Он был очень эпатажный. Он выпускал, у него были безумно интересные наряды. И он всегда восхищался женской красотой. И он старался вот эту вот женственность всегда выкрутить на максимум. И что он делает? Он в 1994 году выпускает аромат, который называется Ангел, который дает начало прям новому парфюмерному направлению. Ничего. Идем в короткий. Спасибо. Который, ничего подобного до этого не было никогда. Что он делает? Мало того, что аромат совершенно не похож ни на что, он берет огромное количество пачули и делает их сладкими, шоколадными. Плюс, он берет голубой флакон и ставит его на женскую полку. До этого разделения, мы знаем, что в прошлом веке все-таки разделение на женскую и мужскую парфюмерию, оно было очень четким и явным. И понятно, что голубые, синие, зеленые флаконы, это всегда было для мальчиков. Там красные, розовые, желтые для девочек. И поэтому, когда он выводит этот аромат и ставит его на полку, люди его не понимают. Никто его не покупает, потому что это звучит непонятно. Это пахнет абсолютно, ну, как бы, да, ну, что это? Флакон какой-то совершенно непонятный. И если бы подобный аромат был выпущен сейчас, то он был бы снят там в течение полугода, потому что сейчас это все происходит очень быстро. Аромат выводят в продаже. Если он не продается, его снимают с производства, его никто не держит. Этот аромат выстрелил года через три, через четыре, только после его выпуска. Только благодаря упорству самого Мюглер, который сказал, что он будет продаваться, мы не снимем у вас с производства. Но потом, когда он выстрелил, когда его распробовали, он до сих пор в десятке продаж. До сих пор. У него есть огромное количество фланкеров уже. О них можно всеворить. Звезды выпущены были уже абсолютно всех цветов. Это все очень красиво, очень эстетично. Можно спорить о качестве этих фланкеров, насколько они действительно напоминают, как были повторяют первый аромат. Но тем не менее, именно этот аромат дал начало гурманскому направлению ароматов, которые в нашем веке уже, от начала и до сегодняшнего дня, являются, наверное, доминирующими. Абсолютно. Все мы знаем аромат Lancome la Viabelle, например. Тоже знаковый аромат, тоже гурманский, который раскрывает дальше эту тему. Но все равно это все корни идут отсюда. Современная алкогольная гурманика. Это тоже родоначальник вообще. Это родоначальник всего. И сравнить я его хочу. Они, конечно, не имеют абсолютно ничего общего между собой. Это тоже гурманика. Опять же, дресс-ван-ноты. Ну, извините, у нас хайп сейчас идет. Мы должны его показывать. Мы его очень любим. Этот аромат вообще выпущен буквально пару месяцев назад. Месяц. Это аромат последнего месяца. Горячая новинка. Это горячий пирожок, девочки. Руки не обожгите. Это очень современная гурманика. Причем гурманика именно... Мне очень нравится направление алкогольной гурманики. Это тоже еще такое одно ответвление. Это именно гурманика гурманская. Ну, вкусная. Ну, гурманика, ты имеешь... Что означает гурманика? Гурманика – это ароматы, которые повторяют ароматы еды, десертов. Ну, в общем, какие-то... Что-то такое съедобное. Что-то съедобное. Но вот на мой взгляд... Воним сахар, крем. Брызгался, да, и уже кушать не надо. Сладенькое, да. Знаешь, в чем фишка? Мужчинам нравится, когда от нас пахнет чем-то вкусненьким, съедобным. Вот маркетологи использовали... Афродизиак. Да, приманка, извини меня, для мужиков. У меня глаз сейчас начнет дергаться. Слово афродизиак. Да. Это небольшой, это сотка. Я отдаю предпочтение гурманским ароматам, которые все-таки не про еду. Ну, я не знаю. Это называется камумайл сатин. Сатиновая ромашка. Потому что... Ну, я лично не хочу пахнуть там лимонным пирожком, извините. Ну, может, кому-то это нравится, для кого-то это сексуально. Да, пожалуйста, я ничего не имею в виду. Черничным пирожным, малиновым тортиком. Но, на мой взгляд, вот это как раз такая сложная гурманика, которая не про еду. Вы не хотите это съесть, правда? Это все-таки парфюмерная композиция. О чем он вам? Я заказывала его вслепую. Так получилось, что когда прошла новость, прогремел просто гром, что вышло новых 4 аромата. Я, естественно, в первых рядах бегу и вписываюсь в распивы, чтобы попробовать. В 3 аромата мне удалось вписаться в распив, в 4 нет. Вот этого. Ну, что? Надо самой, значит, организовать распив. Что делать? Нина заказывает флакон. Я заказываю флакон. Жанна бы прыгла в автобус в Амстердам, помчалась. Ну, я извините. Я так тоже делаю иногда. Я заказала флакон. Я ожидала другого, потому что в названии ромашка. Я знаю другие ароматы на тему ромашки. Для меня это что-то такое вот горькое. Я очень люблю горько-травные именно ароматы. Я ожидала этого. И когда он пришел, я поняла, что это вообще не то, что я ожидала. Но это круто. Это ваниль. Ваниль, безусловно. Безусловно. Он очень сладкий. Он не его нанесла утром на себя. Был бы, наверное, слишком сладким. Если бы не ромашка, которая здесь все-таки есть. И она вот дает небольшую горечь. Чуть-чуть. Вот если вы почувствуете. Еще у меня здесь какое-то такое ощущение жареных каштанов. Вот такой Париж осенью. Есть. Когда вы идете и пахнет этими жареными каштанами. И с ближайшей кофейней, возможно, какой-то выпечкой. И дымок, знаешь, когда шкурка сгорает каштанами, вот этот дымок идет, прям сгоревший. И вы несете букет увядающих уже ромашек. Мне кажется, это очень красиво. Таких, может быть, уже чуть-чуть подсушено. В общем, очень, на мой взгляд, прекрасная парфюмерная композиция. Флакон, конечно, выше всяких похвал. Ну, Дрис наш, Ваннот, ну, вообще скоро. Дай бог, чтобы он встал в ряд с Томом нашим фортом. Это было бы очень круто. Можно ли считать, что тогда в ближайшем будущем будет Гурманинка в Топе или нет? Она уже в Топе много лет. Она в Топе с начала века, наверное, то есть последние лет 20-25 она в Топе. Диор, Пойзон, Геол, например. Помнишь, вспоминаешь вот эти вот круглые флаконы? Когда был первый Пойзон, а потом они начали выпускать фланкеры. И вот, пожалуйста, ну, с 2000 года уже, извините, 24 года, плюс-минус, Гурманика в Топе. Но она развивается, она меняется. Да-да, интересно. Это интересно. Я подтверждаю, потому что я в офис, у меня были вонталь, какие-то тоже Гурманика. Я именно брызгалась, потому что вообще как бы наплывала сразу. И в офисе все мужчины. Сказали, что ты супер. Да, от кого это пахло. А чем пахло? Ну, хотя бы пару слов. Шоколад гриди, может быть? Шоколад, ваниль. Шоколад гриди. Это же бестселлер. Шоколадный жадин, да. Оно пахнет прям шоколадным десертом. Очень такой прямолинейный аромат. Потому что у Монталя сотни ароматов. У них очень широкая линейка. И угадать, что там выстрелит. У них много розы, у них много ванили. У них много гурмани. Ну, вот шоколад. The best of the best. И он такой слышимый, что на соседней улице его слышно. Да, абсолютно. Зато правда жизни. Мужчинам вообще, как говорят, что попроще. Либо цветочки, либо пожрать. Берите гурманику, не ошибетесь. А вот это вот все. Аромат борща уже выпустили? Ну, конечно. Аромат борща у нас был. Это вообще самый сексуальный. Подожди, с мясом или овощной? Овощной. Нет, наши на ребры. А с мясом вот у этой марки, которая Бифорд, которая вам показывала, аромат цветочного магазина. У них прям есть аромат копченой колбаски. Вчера что? Вчера что обвоняли. Кто приносил они? Да, 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 да. Прям копченая колбаска, прям вот все, что надо. Да, тоже круто, здорово. Гурманика, она все время преобразуется. Вот от прямолинейной гурманики, которая была в начале 2000-х, возможно, потом вот через сложную гурманику, через алкогольную гурманику, она продолжает развиваться дальше. Я, кстати, люблю чайную очень гурманику. Вот есть кофейная тема, очень модная в парфюмерии и популярная, и чайная. Вот когда аромат чая замешан с чем-то, бывает с ромашкой, с османтусом. Я, мне это очень нравится. Это носится так. Знаете, такое впечатление, что перед тобой чашка терпкого, крепкого, черного чая с каким-то еще вот дополнительным ингредиентом. Либо бывают зеленые чаи, что вот тоже как бы вкусно, по-гурмански, понятно, но очень красиво. Про гурманику? Да. Не сделаем, у нас как раз осенняя тема. Вот материалы у нас на гурманику. На гурманику, да. Кстати, да. Девочки, в принципе, у меня все по теме. Я приготовила еще несколько вот просто таких знаковых ароматов. Если интересно, мы можем по ним быстренько пробежаться. Я хочу показать. Недавно мне удалось отхватить. Просто я поменялась, девочки. Абсолютно шикарнейший обмен. Вот такой вот флакон. Это Мисс Диор. Классический. Классический. Самый первый. Он ничего не имеет, конечно, общего с Мисс Диор, который выпускает. Сейчас тоже прекрасные ароматы на тему розы, но они абсолютно разные. Это два самостоятельных аромата. И тоже сегодня совершенно случайно я узнала об этом аромате. Удивительный факт. Этот аромат, оказывается, посвящен сестре дизайнера. Так. Кристиан Диора, которая, когда Париж был занят фашистами, она сотрудничала с подпольем. И ее рассекретили. И она, оказывается, была в концлагере. Она туда попала в конце 44-го года. Но каким-то чудом дожила действительно до победы. И была освобождена. И благодаря... И вот как бы этот аромат посвящен, на самом деле, сестре дизайнера. Это удивительный факт. Когда ты рекомендовала, ты делаешь за любви. Это ее вот эта фраза, что ты делаешь за любви, что она спаслась. Она же пошла в подполье ради своего возлюбленного. Круто. Она его спасала. Сама попала в конец. И у меня флакон, это, по-моему, 80-е годы. Вот, кстати, слово о том, как долго хранится парфюм. Долго. Долго. Мне все время пишут просто. Вообще, да, она с ума сошла. Там же у нее все уже давным-давно испорчено. Все испорчено. Там вообще все можно выкидывать. Ну, ничего. Такой классический шипр, да. Очень красивый. Я не знаю. Тут очень много дубового мха. Чувствуете, вот, структуру вот эту шипр. И не намека о современности. Вообще, не намека. Ну, вот, я тоже считаю, это абсолютно знаковый аромат. В принципе, вот, на нем можно изучать классические шипры. Я однажды вошла в метро наше, в Гамбургское. И сидела леди. Пах весь вагон. Я думаю, так. От кого? Я смотрю, она сидела с таким достоинством, в таких лодочках. Девочки, ну, это только от нее могло так пахнуть. Там чуть ли не норковая накидочка была, сумочка маленькая, редикюр. Редикюр сидит такая и пахнет. И я такая, все понятно. Пазл сложился. Наше почтение. Ой, это было, конечно, великое. Это мощно. Но это все ее достоинство. Вот в вагоне стояло таким облаком. Это было прикольно. Так вообще круто. Ну что, еще один знаковый аромат. Вообще, дом Герлен, мне кажется, там куда ни плюнь, везде знаковый аромат. Просто попадешь в какую-нибудь легенду. Выбрала сегодня аромат, который называется «После дождя» от Прейланды. Прости, господи. Они в 21-м году, по-моему, перевыпустили свои знаковые ароматы вот в таких вот флаконах. Флакон тоже исторический. Ну, у них там все ужасно исторический. Это ароматы 30-х годов, вот, чтобы вы понимали, да, откуда ножки растут. А Прейланды, по-моему, 21-й год. Ну, в общем. То есть, начало прошлого века. Аромат уже больше 100 лет. И вот эти перевыпуски, выпущенные вот во флаконах «Жандарма», этот флакон называется «Жандарма», тоже их исторический, считается. Вообще, ну, много флаконов, много ароматов там хорошие. Винтажники говорят, что похоже. Хорошо перебрали, вообще молодцы. Аромат после дождя, аромат на тему ириса. Ну, конечно, сейчас тоже, наверное, не совсем корректно вам его показывают, но я не могла удержаться, потому что его надо на коже. И его надо прямо вот правда, когда идет дождь. Потому что тогда это невероятная красота. Я не очень люблю ароматы на тему ириса, но они... Я с уважением отношусь к ирисовым ароматам, просто это немножко не про меня. Они такие все нежные, тонкие. Ну, тут и фиалки много. Тут кроме ириса, мне кажется, доминирует фиалка. А этот вот он обалденный просто, правда. И когда вы его в облажную погоду выходите в этом на улицу, у него шлейф просто до стратосферы, он пахнет просто вот грозовым воздухом. Вот вы чувствуете вот эти вот просто искрится весь на вашей коже. Он обалденный просто. Я сейчас, у меня секунда неполноценности, потому что вот имея все вот это, а это наша с Ниной личная коллекция вдвоем, у меня его нет. И я поняла, что срочно мне... Это срочно, тебе надо точно. Ну вот как, это must-have просто. Абсолютно. Это не просто потому что классика, а потому что это очень красиво. Это правда, очень красиво. Вот это, в принципе, я сносила все сама. При моей коллекции это безумный расход. Потому что как идет дождь, а дождь у нас идет часто, я сразу... Слушай, ну это круто. Соткарабь его, да. Это так круто. Нет, это реально. Причем я люблю ирисы настолько, что это одна из моих любимых нот. Тогда сам Бог тебе велел. Ой, надо, надо, надо. Април он дэй, после дождя, напиши просто после дождя. А дай флакон туда в людях. Ну или да. Ну на этом я предлагаю закончить, потому что у нас был 21 за тест. Я еще хотела портрет леди показать. Портрет леди. Ой, ну это нельзя не показать. Не надо, все, не буду. Последний раз. Все, спасибо. Это нельзя не показать. Это нельзя не показать. Мы сегодня много говорили о шипрах. Я вам хочу показать современный шипр. Аромат 2010 года, и он уже стал легендой. То есть, правда, все об этом уже говорят, что все, все легенда. Аромат дома Фредерик Маль. Ну, я думаю тоже, что многие слышали об этом доме. Это тоже такая прям нишевая ниша. Марк, по-моему, в 2000 году была создана. Причем у него абсолютно разный аромат. И у него, вот что классно, у него все ароматы заигрывают с какими-то ароматами историческими именно. Аромат называется портрет леди. Это тоже классический шипр, но шипр современный, собранный из современных материалов. И здесь в базе вместо дубового мха пачули. И здесь огромное количество ладана. Ладан, роза, цитрусы на старте и вот это вот, вот эти вот мрачные пачули. Какие-то огурья. Мрачные. Огурья, да, пачули? Слышишь, ты серьезно? Дай-ка. Это один из моих самых... Самых любимых ароматов. Вот из всех моих, вот все, что я нюхала, пробовала и у меня стоит на полке, это один из самых-самых. Огурца не слышишь. Огурца не слышишь. Огурца должен быть у меня всегда. А некоторые слышат так, некоторые так слышат. И сандал так проявляет себя. Кто-то говорит прям... Для меня это ладан. Ну, вот соленые огурцы. А я пачули там. Ну, это очень красиво. Я его ношу всегда, но особенно это прям вот Хэллоуин, Мартиши Адамс, вот эти вот обрезанные розы, вот эти вот бутоны, когда идут в помойку, а вот эти вот колючие стеблы ставятся в вазу. Это вот оно. Слушай, у меня была совсем другая ассоциация. Вообще, на летнем отдыхе в Доминикане, ну, у нас это была зима, а там лето жаркое, такая влажность, так было жарко, мы вышли с друзьями на какую-то вечеринку коктейльную. И одна леди вышла вот приблизительно в таком платье, как у тебя, я сейчас вспомнила эту историю, черное, красивое такое струящееся платье на тонких брительках, жарко до безумия. И вдруг я ощущаю портрет леди. А она из Америки. Мы с ней и так мало знакомы, только там буквально два дня привет-привет, друзья-друзей. Я говорю, слушай, извини, пожалуйста, это у тебя случайно не портрет леди? Она такая, ты знаешь этот аромат? Я говорю, да. Ну, я как бы увлекаюсь парфюмерией, я там не новичок, я знаю, я знакома с Малем. Она говорит, ты первая, кто мне это сказал. И он настолько классно звучал в жару, ты знаешь, я не ожидала, потому что для меня всегда это была какая-то тоже картинка розовая, темная, мрачная. И вот в жару великолепно, просто фантастика. На любое время. Если ты его часто носишь, ты замечала, как он на людей действует? Плохо. Да. А я вообще люблю, во-первых, я многопшищница. Я прямо поливаюсь. У меня не было плохого снику. Потому что я весь последний год была в Испании, было очень жарко в Малаге. У меня волосы высохли, просто превратились в сухой веник. Я думаю, ну надо что-то делать, надо делать красиво, поэтому возьму я не просто масло, а портрет леди. Я их умасляла, ну так немного прям, не ходила в масляном растворе. И вечером мы ложимся спать, а мне муж говорит, от тебя мылом пахнет. Раз, сказал, думаю. Но он услышал вот эти альдегиды. Он не понимает, что это там почули, роза, тролливали и портрет леди. На следующий раз прошло время, я помыла голову, опять нанесла, чуть-чуть, буквально на кончике. Опять. Я так прохожу мимо, он меня приобнял, говорит, ой, от тебя мылом пахнет. Но я поняла, что он имел в виду. Было два мыла в детстве. Одно банное, другое хвойное. То есть это не какое-то изысканное мыло, но вот он вот это уловил. Но хвою я тут тоже слышу. Ну надо сказать, что парфюм отличается от масла. Есть еще дымка для волос, тоже отличается. Ну чуть-чуть, Нина, но его нос, это поверь мне. У меня была дымка, я продала, мне там было недостаточно лада. Там прям было мыло, мягенькое такое приятное. У меня тоже есть дымка, и я ее больше ношу, и уже и масло есть. Ну короче, мы влюблены в этот аромат. Это очень, как-то так оно так достойно звучит. Очень так по-женски, мне кажется, для взрослой женщины уже не для девчонки. А на мужчине как это красиво. Вау. Обалдеть. Конечно, тут название мужчину отпугнет. Но если вот заклеить его и подарить флакон, то я думаю, будет с удовольствием носить. Это будет очень красиво. Ну что, отвлечемся на кофе, на воздух. Пауза.